Всем привет, дорогие друзья, зрители канала StreamTo и просто любители паркура. Я рад приветствовать вас на очередной трансляции нашего паркурного турнира Высший Пилотаж. И на протяжении сегодняшней трансляции комментирует все происходящее. Будем я, Данил Донштанник и мой коллега Артур Онли. Всем еще раз здрасте. Привет, Даня, привет, зрители. Я всех рад вновь приветствовать на очередной трансляции паркурного турнира Высший Пилотаж. И сегодня у нас понедельник, рабочий день недели начался. Я думаю, что вы с легкостью его встречаете, потому что нас ждут уже буквально майские праздники. Думаю, все их отметят хорошо. Но сегодня у нас 30 апреля. Апрель, 30 апреля, заключительный день, день месяца, заключительный апрельский день. И что же, сегодня для вас выступает команда, команда Easy Win. Easy Win сегодня выступает на карте Чернобыль с таким вот заданием. Организатор Immortal Hero Dove сегодня вам его покажет, даже прямо сейчас. Так, и что же у нас? Вроде как бы задание должно было быть показано. Я думаю, что сейчас вот вы его уже посмотрели. Конечно же, вы уже своими глазками наблюдаете, как команда успешно Easy Win покоряет вершину, заданную нами организаторами. И что же, Даня? Сегодня у нас прекрасный день. 7 часов вечера. Я думаю, что мы сегодня с тобой с бодрым настроением, хорошим настроением. Думаю, что все взяли с собой что-нибудь попить, посмотреть, покушать. И, естественно, поболеть за свои любимые команды, выступающие сегодня. Да, Артур, все верно. Что ж, я напомню, что сегодня понедельник. А значит, то, что выступает сегодня у нас группа А. Озвучу команды, которые будут выступать в сегодняшнем эфире. Это Easy Win, Amaterasu, Avangard Team, ATT, TED, Strong, Real Division, Infinity и Epic Team. Первая команда у нас уже на карте. Правильно Артур сказал, они уже тренируются. Способ у нас, ну, не сказать, что очень легкий, очень простой. Нет. Сложность здесь заключается в тайминге. То есть, сложновато будет ребятам поймать тайминг вот этот вот, когда вас погром залетает на Вика Молота. И Вика Молота в свое время отрывается на минках. Абсолютно с тобой полностью солидарен, Даниил. Сегодня задание у нас предстоит не из легких. Но я спешу напомнить всем абсолютно игрокам и участникам, и командам, которые принимают участие в нашем турнире, уже на протяжении всего этапа самого турнира уже идет четвертая неделя. Четвертая неделя, и она обещается быть жаркой, потому что задание мы подготовили уже сложнее. Этап растет, участники более слаженно относятся к друг другу. И думаю, что у них все должно получиться, потому что уже три недели позади. Вот и она четвертая наступила, и мы наблюдаем за сегодняшним днем и с сегодняшними командами, выступающими у нас на трансляции. Итак, что же, команды готовы. Команды готовы, Изи Вин у нас сегодня готовы полностью ворваться и покорить это здание. И что же, давай тогда я даю отчет незамедлительно. Так, незамедлительно даем отчет. Два, один, го. Все, время пошло. Две минуты тридцать секунд засекаем команде Изи Вин, и вот они уже совершают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, античит, античит помешал ребятам покорить этот домик с первого раза. Полет был довольно хороший. Тайминг они поймали. Молодцы, просто респект им за это. Но все же ребята, видимо, перестарались, и античит сказал, нет, не покорите вы сегодня этот домик так легко. Но зато смотри, каким способом они покоряют. То есть они берут на подсекание, точнее, на, не знаю, как правильно сказать, на отдачу. Ну, на помощь, так сказать, на помощь, да. На молот берут не рельцу, как мы показывали в задании, а молот. Молот, естественно, будет выгонить здесь со своей отдачей. Ого. Головокружительный довольно-таки полет в исполнении в лаве. 1155 турбо. Отлично показал полет, но, к сожалению, не туда. Немного правее он взял. Но нам нужно чисто на дом. Давай, Влад. Что ж, Артур, ты тут заговорил про молота, но вот тут я с тобой могу не согласиться, потому что у рельсы, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, силы удара будет побольше. Что меня действительно удивило, то, что ребята используют как помощника Магнума. Потому что на нашем видео указано, что оттуда стреляет рельса. Но ребятам рельса, видимо, не понравилось, и они решили использовать все же Магнума. Интересно, посмотрим, что из этого получится. Все абсолютно верно. Я немножко, наверное, оговорился, и я как раз-таки в голове у себя подумал про Магнума, сказал молотый, вот, ай-яй-яй-яй-яй. Знаешь, вот всегда, блин, как-то спешу, спешу я с этим, к сожалению. Но все же команда молодцы, и что же у них... Ай, перелеты, перелеты в никуда, к сожалению, никуда. Перелеты у них уже идут, идут, идут. Что же у нас там с временем? Минута прошла у нас? Ага, две минуты у команды уже позади. И 30 секунд у них остается на то, чтобы выполнить это задание. Я надеюсь, что они сейчас прям соберутся и возьмут верх над этим зданием. Но, к сожалению, что-то тут не так. Что ж, у ребят-то получается неплохо. Мне даже нравится, как они летают. В Аспиком один, Магнум, хорошее сочетание. Но все же видно то, что ребята торопятся у нас. Торопятся у нас ребята. Летят все же криво. Тем временем у команды выходит время. Да-да-да, говори, говори свои мысли. Я обязательно командам об этом сообщу. Договариваюсь тогда, потому что я думаю, что зрителям всем интересно, что к чему. Так вот, видно, что команда волнуется, команда спешит. Не надо, ребята. Лучше вы потеряете одну-две секунды, пока вы настроитесь на этот домик. Но все же вы покорите его. Но, к сожалению, первая команда с этим не справляется. К сожалению, покидает у нас команда Изи Вин. Покидает она нас без победы. Без покорения этого домика. Да, к сожалению, печально все оказывается для команды Изи Вин. Но я надеюсь, что они не растеряются и у них еще будут шансы взять свое, взять вверх в этом турнире. Потому что команда смышленая, парни там смышленые. Наблюдаю уже на протяжении трех недель за этой командой. Да и я, в принципе, наблюдаю абсолютно за всеми командами на протяжении трех недель. И скажу то, что это не слабая команда. И она держится... Она разделяет первое место с командами... В своей группе разделяет первое место с командами такими, как Эпик Тим и АТТ. То есть Изи Вин парни вообще красавчики. Просто красавчики. Что ж, пока ты говорил об этой команде, заходит у нас следующая команда. Это Аматерасу. Команда главы Академии Паркура. Смотри, они уже используют... Видно, что они уже используют Титана. Никакого ни Викинга, ни Диктатора. Они не используют Титана. Интересно. Соответственно, там должно стоять Минки 3-4. Чтобы поднять его повыше. На самом деле, я задумался о том, что здесь выгодно было бы использовать Диктатора. Но ребята все же используют у нас не Диктатора, а Титана. Ну что ж, это тоже неплохо. Тоже довольно длинный корпус. И по высоте такой средненький. Ну смотри, у нас команда, получается, Аматерасу жалуется на то, что в синей команде присутствует еще лишний игрок. Но, наверное, это был с предыдущей команды, который просто закрыл вкладку. И вот так вот давайте, ребята, делать мы не будем. Потому что нам это мешает. Я, к сожалению, сейчас, наверное, перезайду на карту и посмотрю, что к чему. И, к сожалению, придется кикнуть этого игрока. А, нет, все, все свободно. И вы можете заходить уже. Так, все, все свободно. Ну, бывает и такое. Бывает и такое. Но, ребята, давайте вот не нужно так делать. В следующий раз мы все же будем кикать. Так, и пока у нас команда Аматерасу тренируется вовсю на нашей карте, готовится к выполнению этого элемента, трюка, я бы сказал, я все же хочу хоть раз в жизни пробежаться по турнирной нашей уже сформированной таблице. Таблица по баллам даже, я бы сказал. Потому что команды уже баллы вовсю у нас набрали. Ну что же. Я не буду замедлять, потому что у нас сегодня, я сейчас озвучу группу А. Группа А, которая идет у нас по турнирной таблице. Думаю, что всем интересно, как она идет в целом. И что же. Первые три места у нас разделяет одна команда с абсолютно одинаковым количеством баллов. Это АТТ, Эпик Тим и Извин. И я об этом уже сказал, что у команд 6 очков. 6 баллов сегодня, я думаю, они поднимут свою стату, рейтинг, так сказать, поднимут. Но пока что есть, что есть. Так скажем, лайф-режим. Реал Дивижн у нас на четвертом месте. Ну, я бы сказал, даже на втором сейчас месте, ну просто в турнире таблицы. На втором месте он, эта команда находится, Реал Дивижн. И с четырьмя баллами он там сидит, отсиживается и надеется, что сегодня вот-вот накопим и баллов заберем себе первое место и пройдем в финальный этап. А финальный этап, я повторюсь, у нас проходят только две команды из группы с максимальным количеством баллов. Две команды, все верно, да, я говорю? Две команды. Да, по две команды с каждой группой, все верно. Вот. И на третьем у нас вместе висит Ама-Террасу с полтора балла. То есть у них 1,5 балла у этой команды, которая сейчас же выступает у нас на ваших глазах. С одним баллом у нас Инфинити, 0,5 Тедв, Стронг и Авангард Тим. Вот такая вот складывается у нас турнирная таблица. И что же, желаем мы удачи, потому что у команд абсолютно три эфира еще в руках. Ну, даже можно уже не считать этого эфира, получается, два эфира. Потому что я думаю, что сегодня они заберут свое по праву. Ну, будем надеяться болеть и, естественно, наблюдать и комментировать это. Ну что ж, я думаю, у команды уже было время потренироваться. Сделали они тут парочку попыток. Я думаю, пора давать готовность им. Так, и я уже, естественно, по твоему велению сообщаю о готовности. Да, команда готова, подтверждает это. Ну что же, мы даем отсчет. 2, 1, го! Время у команды пошло. 2 минуты 30 секунд уже в их полном распоряжении, чтобы забрать эту точку. Взять вверх. И уйти спокойно со своими заработанными баллами. Неплохая попытка, но все же низковато. По моему мнению, мистер дичь позновато наехал на Минке. Позновато взорвался в то время, когда Гуард уже был, так сказать, напереду его корпуса, что ли. Зато я замечу, что у них руководитель Гуард показывает свою красоту и мастерство паркура в краске Glide. Как говорил Алексей Гуард, официальная команда, и всегда будет называться официальной. Там только топовые паркуристы. Вторая попытка неудачи. Да, к сожалению. Хочу заметить, что как-то у Капитана все на протяжении четвертого эфира негладко все выходит. В отличие от его состава, который находится в группе B. Не знаю, не знаю, не знаю, почему же. Но это не все так плохо. Вот, заглазил ты, Данил. Стоп. Минута 22 требуется у нас команде Ама-Террасу. Чуть с ней сказала Вангард Тим. Ама-Террасу требуется минута 22. И что же, молодцы парни из команды Ама-Террасу. Похвально, похвально, молодцы. Быстро, эффективно. Как, в принципе, было и предначертано. Покидает карту у нас Ама-Террасу команда. И ждем следующую команду. Следующими как раз-таки выступает у нас Авангард Тим. Данил, вот ты как организатор, мне вот хотелось очень сильно узнать у тебя. И, думаю, всем игрокам тоже интересно и зрителям в том числе. Скажи мне, пожалуйста, как ты вообще расцениваешь, вот ты знаю, все абсолютно задания. Как с твоей профессиональной точки зрения команды выступают в целом. И что им вообще предстоит, какие трудности предстоят вообще командам на протяжении этого турнира. У них ведь остается всего ничего, чтобы попасть в финальный этап. Может ты своим глазом-алмазом дашь наводку этим командам, которые воспользуются, возможно, ею. Потому что, я думаю, абсолютно всем командам советы нужны. Советы нужны, особенно под профессионалов. Да, что ж, что будет дальше, чего им ожидать? Затрудняюсь здесь ответить, потому что дальше будет сложно в неком плане. У нас готовы уже трюки. Дальше, что от команд будет требоваться? Это просто полная согласованность. Это многочасовые тренировки. Это вот эта слаженность нужна. То есть задания будут и на тайминге, и на умения, и так далее. Что касаемо сейчас выступающих команд? У некоторых, у некоторых, замечу, то, что действительно присутствует волнение, и это очень заметно. Некоторые команды торопятся. Некоторые прям рвутся на эту вершину, но не всегда помогает им вот эта вот спешка. Иногда спешка это приводит, наоборот, к плохим результатам. Ну, а так, в целом, мы постарались уже не нагружать команды прям по максимуму, по максимуму. То есть мы не давали для команд каких-то супер невыполнимых трюков. Нет, это все трюки на среднячок. То есть рассчитаны они как для начинающих прокурористов, так и, собственно, тот, кто профессионал, просто уже может посоревноваться на скорость с другими. Ну, не знаю насчет профессионализма, потому что я уже наблюдаю на протяжении этого турнира нашего, так сказать, то, что и у профессионалов не все гладко бывает в выступлениях. Они же, по сути, как профессионалы, как ты подчеркиваешь, они должны на скорость соревноваться, да, по их уже умению, так скажем. Но что-то здесь все равно не так, потому что у нас есть профессионалы, не отрицая это, у нас есть профессионалы в паркуре, которые уже своими натренированными ручками и слаженностью со своей командой могут показать результаты. Но, к сожалению, не все команды показывают наших с тобой ожидаемых результатов. Потому что я, честно, могу сказать то, что абсолютно каждая команда, которая выполняет эти трюки, она может брать их себе на заметку, естественно, мы этого не будем исключать. Но то, что профессионалы могут тренироваться на скорость, там, да, или соревноваться на скорость, я бы сказал. То, что тренироваться нужно абсолютно всем, даже профессионалам. Оттачивать свой профессионализм нужно. Профессионалам, как говорится, скилл не пропьешь, да, и тут же с профессионализм абсолютно та же самая ситуация. Все верно. Тренировки не исключал никто, даже профессионалам они нужны. Ну и бывают такие моменты, когда все же прям, либо миллиметрик не тот возьмешь, либо просто рандом решает. Рандом я говорю в плане того, что и киллзоны бывают, и античит-системы. Так, Артур, пока мы тут разговариваем, команда сообщает о том, что нет у них одного игрока, и хотят они выступать позже. Но, к сожалению, нет. Так нельзя. К сожалению, списки были даны за час до эфира, и у вас было время сообщить организаторам о своих проблемах. Очень много времени мы тратим на эту команду, очень много времени тратим на эту команду, и если сейчас же она не начнет выступать, мы просто-напросто присуживаем им техническое поражение, либо они выступают в таком составе, который у них сейчас есть. К сожалению, мы время тянуть больше не можем, мы идем всячески на уступки командам, но, увы. Вот, смотрю, я заходу, у них третий игрок, и сразу же выходит. То ли он не может прогрузиться, то ли действительно у него проблемы с интернет-соединим. А, меняет он команду, меняет он команду. Да, видимо, будет заходить он за синих, чтобы попасть по красному игроку. Что ж, посмотрим вообще, появится ли он сейчас на карте. Да, на карте у нас он появился, едет у нас васпик, рельса. Так, и все, тогда давайте по позициям, по позициям. Так, и напомни мне, пожалуйста, с танка на танк уже, по-моему, у нас нельзя, да? В смысле, с танка на танк? Ну, с танка начинать, по-моему, у нас нельзя, да? А, все верно, с танка начинать у нас нельзя. Так, тогда отсчет даю команду, потому что она уже готова. 2, 1, го, время пошло 2 минут 30 секунд, у них в полном распоряжении команда уже может спокойно начинать, потому что старт был дан. И посмотрим на их действия. Смотри как. Без разгона, без каких-либо морок. Достаточно с танка, на минке и рельса для полета. На самом деле, спорный момент, спорный момент. Мне не очень нравится, как они выполняют, и все же это отличается от того, как мы подали им задание. Ну, я тоже подчеркну, что эта команда у нас выступает в Master of the Sword. И я думаю, что команда со своим, с таким-таким составом, с таким выступлением показывает все, что бы мы думали о том, что команда не тренировалась вообще никак. Вообще, к сожалению, не тренировалась, и что же? Команда не тренировалась, она показывает вовсе другой трюк. Я не знаю, даже есть ли смысл продолжать это, Артур. Не тут-то было, но команда покорила. Минута шестнадцать требуется команде, и в чем я не понимаю, ты сказал, что трюк у них другой? Трюк у них такой же? Дом такой же? Как они располагались местами и позициями, это уже абсолютно выбор команды. Минута шестнадцать требуется киберспортсменам. Бестрень, как они подчеркивают, молодцы. Даня, так что ты хотел сказать по поводу того, что стоит продолжать? Да, все еще я думаю над этим. То, что с одной стороны, да, не было указано такого момента, но с другой стороны, трюк должен был быть выполнен сходу. Игроки, кстати, могли и так схитрить. То есть, никто в задании не указывал то, что нужно прям, так сказать, я даже не знаю, как выразиться здесь. То есть, Вазпа Гром, к примеру, мог взять спокойный разгон, залететь на Вика Молота. Вика Молот мог симпровизировать, где-то секунду постоять, и уже моментально не могли начать. Мы, главное, сказали о том, что с танка начинать команда вообще крайне никак не может. А вот после готовности она абсолютно любым способом может покорять этот дом. Абсолютно любым, Дань. Мы это подчеркивали, мы это объясняли, мы это говорили, и не раз. Подожди, подожди, не любым. Вот здесь я с тобой не соглашусь. Задание у нас не свободное, задание дано нами. Любой способ не приветствуется здесь. Потому что так выразился, что любым способом может покорить команду. Смотри, ты говоришь то, что должно быть сейчас сходу. У них все было сходу, они даже отъехали. Даже с тем, что когда команда, участники команды были друг на друге, они делали это на ходу, заметил? Команда могла просто стоять на месте, Вазпик мог залезть на него, он чуть-чуть сделал шаг и полетел, а он еще и проехал движение, он еще и держался на нем, поэтому я не вижу здесь ничего запрещенного. То есть у нас могла бы быть абсолютно вот такая же позиция, которую сейчас показывает Браб и Рум. Ром, точнее Ром. Вот. Абсолютно так же все могло быть. Ну, парни решили немножко сделать иначе. Чуток. Но факты в том, что они сходу это делали. Если я ошибаюсь, ты, конечно, меня можешь подправить. Даниил? Да. Ты еще думаешь за сию пору, да? Да, я все еще в раздумьях диких. Ну, я, честно говоря, ничего абсолютно не вижу противозаконного такого, что может поспособствовать тому, что правила как бы были бы нарушены этой командой, я этого вообще ничего не вижу. Все абсолютно идеально. Идеально было сделано в задании и никаких нарушений не было. Я не знаю, Дань, как ты хочешь это расценить еще? Ладно, давай тогда споры с тобой оставим на потом. Сейчас у нас тренировка у команды АТТ. Если я не ошибаюсь, это тоже? Да, все верно. Представителем являлись которого Браб. И состав у них Мистер Паник, 25 Ливон, 25 Рум. Вот так вот парни четвером взлетают на эту карту. И абсолютно в боевой готовности готовы покорять эту вершину. И видим уверенного Мистера Паника уже на Мамонте Вулкане, минирующей всего здесь. И все, и все. Ну, что я могу сказать? Как-то все на расслабоне парни выполняют. И почему-то, кстати, ты заметил, что они выполняют вдвоем. Их четыре здесь. И они выполняют вдвоем. Васпом-1 парни уверены, что с одного человека Васпом-1 залетит туда. Я бы все же поставил Ливона на подстраховочку, на какой-нибудь Грельсе или Магнуме. Было бы так лучше. Да, кстати, хотел я сейчас акцентировать внимание на Мистера Панике, который тут ставил минки. Хотел все же сказать то, что не у всех игроков могут быть мощные компьютеры в его команде. Поэтому, ну, не очень-то хорошо, что он минирует всю карту. Иногда мины придают все же нагрузку. Так что, Мистер Паник, будь внимательнее здесь. Можешь, так сказать, помешать своей же команде. Команда заявляет о своей готовности. Даем отсчет тогда. Давай тогда отсчет. Что ж, тогда два. Один. Ого. Первая попытка. Браб поздновато стартует. Не смог он нормально поторваться на минках, потому что Ром перелетел уже в это время. Тут даже дополнительные Рельса или Магнум не спасли бы на самом-то деле. Вторая попытка. Ошибка примерно такая же. И третья попытка уже пахнет залетом. И нет, это минус. К сожалению, это минус. Опять. Опять уже какой раз бывает такое, что мог бы игрок перевернуться в полете. Было бы тут устройство на гром. Но, к сожалению, у нас карта без микропокачек, без устройств. И поэтому не хватает ему перезарядки, чтобы перевернуться в полете. Уверен, чувствуют себя парни из АЦТ, летя в два корпуса без каких-либо себе помощников, так сказать, с Рельсой, Магнумой и там прочих вооружений. Нет, ну смотри, смотри. Летает у них в основном ВАЗ по Громам-1, но ВАЗ по Громам-1 пошел на РЕСП и тут же его решил заменить Левон. В принципе, почему бы и нет. Это попытка. Но, с другой стороны, закинуть вдвоем ВАЗ по М3 сложновато будет, ребятам сложновато. Полностью с тобой согласен и у нас как-то честно говоря, по моему мнению, здесь неразумно поступает команда ТТ без каких-либо помощников, потому что здесь у нас всю основную и будет основную роль играть во время и еще раз время командам нужно понимать и отличать то, что они акцентируют свое внимание только на выполнение трюка на время. Вот оно, вот оно, смотри, выполнили все просто идеально, но ВАЗ по М3 не дает нужного результата. А, и даже так, у команды даже не кончилось время, они уже решили выйти. Неожиданно, неожиданно сдаются у нас ребята, поднимают они белый флаг. А зря, зря. А, и уже у нас идут во всю дискуссии по поводу выполнения задания команды Vanguard Team. И давай тогда уж, Даня, не будем здесь откладывать, потому что вниманию мы этому уже уделили, и поэтому я считаю свое мнение высказать именно так, как команда абсолютно не нарушила ни одного пункта из правил. Задание было задано именно помощниками, окей, используйте как хотите. Мост, мина, подсечка, что еще нужно для счастья объяснить. Какое внимание, точность, не точность, абсолютно точность задания было выполнено именно с этой точки, именно на ту точку. Все. Даня, хочешь, спорь меня. Есть факты? Давай. Я не вижу фактов здесь для нарушения таких правил. есть тут один факт, именно факт, от которого сейчас будут основываться все участники и зрители. В чем заключается дело? У нас написано в информации о задании выполнять в точности, как на видео. На видео мы выполнили это сходу, то есть никаких остановок, то есть вас, точнее, викинга молот должен поймать прям с полета вас по грому и сразу же стартануть, поймать этот тайминг, взорваться на минах. В этом как раз и заключается вся сложность данного задания. А команда авангард team, не ошибаюсь я, да? Авангард team, они сделали немного иначе, они эту задачу убрали, то есть они эту задачу упростили себе, то есть никаких таймингов, они просто заранее залезли на викинга молота, подорвались на минах, дом в их копилке. Вот по какому поводу все сейчас будут спорить и доказывать свою правоту. А теперь я объясняю свою точку зрения на этот счет. Теперь если анксетировать свое внимание на том, что допустим кто-то где-то затормозил, где-то без каких-то остановок, тогда я вам просто приведу один факт того, что абсолютно если я начинаю с хода, абсолютно каждый игрок, который подсекается на этих минах, он может остановиться, чтобы поймать своего участника, который летит же на него, потому что они могут быть неуверены в своем скиле, но все же задание будет выполнено абсолютно точно и абсолютно так же по такому заданному плану, я бы даже сказал. И здесь окей, участник команды, который он сделал на ходу, он залез на этого участника, он с ним подождал, раскрутился, то есть поймали они свою волну, так скажем, и выполнили задание. видишь проблему, Даня? Я не вижу, к сожалению, проблемы. Так, команда у нас тренировка, получается, мы уже заговорились о том, что ТЭД у нас команда уже вовсю растренировалась, потому что полет был шикарный, я сообщаю о том, что они готовы, и обязательно сейчас, пока команда у нас выступает, доводы были приведены, и я хочу узнать твое мнение, Данил, мне оно важно, как второго организатора, так точно. Извини, я тебя здесь прослушал, мнение о чем? Мнение о том, что я сейчас сказал по поводу этого выполненного трюка, то, что остановиться абсолютно мог любой, потому что не все уверены в себе. сейчас, дожди, я дам тогда старт нам команде ТЭД, 2, 1, го, время пошло у команды ТЭД выполнить этот трюк, и скажу, у них тренировка была довольно-таки удачной, мне понравилась эта тренировка, кульбитать, вы говорили во все. Вот, кстати говоря, вот эта вот команда делает правильно, то есть, у них летит вроде как вас в М1, то есть, почему бы и нет, и на всякий случай там подстраховочная рельса. И так и было, у предыдущей команды было абсолютно то же самое, у них была подстрахующая рельса, которая запускала, игрок, который залазил абсолютно так же и летел с этой подсечки, набирали разгон, было абсолютно в точь, в точь. Нет, 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 прошлыми выступали у нас АТТ, АТТ у нас как раз-таки выступали в два игрока, то есть, никаких рельс ничего не было. И я не про то, я про то, что Авангард у нас выступали абсолютно так же. И я не считаю это нарушением. Я не считаю это нарушением, потому что у нас заданный план именно такой, что дом этот, точка назначения именно это, и то, что команда сейчас это не выполняет, это их вина, потому что они не уверены в себе. И я должен обязательно сказать, то, что игрок, который, допустим, залетает на того же самого молота, да, который приостановился, да ладно, бог с ним, потому что он не уверен в том, что игрок не слетит во время разгона. Он же заботится о том, чтобы выполнила его команда, а мы не говорили то, что без каких-либо остановок и так далее. Факт в том, что задание именно отсюда, именно с этой точки, именно на ту точку. Все правильно я говорю, Данил? Все верно. Тогда я не вижу разногласий и нюансов о том, чтобы спорить вообще об этом. И считаю, что это неправильно. По моему мнению, это неправильно. Команды выступают. Смотри, сейчас все начнут писать такую вещь. Мол, вы же сказали, вы же написали, что задание должно выполняться в точности, как на видео. А на видео мы показываем именно сложный способ, где нужно ловить вот эти тайминги и так далее. То есть половина команд у нас так выступает, а потом сейчас посмотрят выступление вот этих двух команд и скажут, мол, что это такое, а почему, мы же так же могли получается, но вы же сказали, как на видео. это все. Даниил, мы видим одно, то, что если бы этот способ был намного легче, команда бы сейчас так бы не тупила, я бы сказал, на таком же задании. Время выходит у команды, и ты видишь сам результат того, к чему это привело легче. Даниил, я не вижу ничего легкого. Легче, скажу я тебе. То, что не залетают сейчас ребята, это уже в силу их не натренированности, их неослаженности, то есть покорить вот таким способом данный домик с вас, по-моему, один и громом вообще не составит труда. Почему команда с этим не справляется, не знаю. Видимо, действительно, они не натренировались с этим домом, не смогли они его покорить. Скидывает у нас команда голдик, забирают же они сами же и тут голди. Ну, правильно, а кому они оставят? Ну да, все верно, я уже говорил, что если они выходят, голды-то пропадают, так что не надо так делать. Выходит у них два игрока, но третий не спешит. Третий у нас не спешит выходить. Даю второй предупредительный о том, что игрок должен выйти с карты. команды уже говорят о том, что можем его кикнуть хорошо. так, был отключен первый игрок. К сожалению, мы не можем и не имеем права тянуть время остальных выступающих команд. И следующий у нас должен выступать стронг. Дивижн. Нет, 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 нет. Реалн Дивижн, потому что стронг, к сожалению, снимается с турнира. Я забыл тебя предупредить, она буквально сообщила мне вот-вот о том, что он снимается с турнира по собственному желанию, но это уже мы оставим на последнее. с этим мы, к сожалению, ничего не поделаем. И залетает у нас на карту уже Реал Дивижн. Реал Дивижн. Готово. Заходит у нас уже три игрока, все сданы командой, все верно. Ну, что же, я думаю, у нас время есть времени, даем две попытки на тренировку. Вновь могу, вновь фаском один, отлично. И я должен обязательно напомнить то, что в конце этого стрима будет розыгрыш, не расходитесь, форма уже появилась у нас в чатике, в чатике на стриме, и я думаю, что у вас есть шанс что-то взять с собой в копилочку, в кармашек. поэтому не пропустите, не пропустите и следите за нами и за стримом, естественно. Итак, что же, у нас вообще выполняла тренировку команда RealDimers? Кстати, не заметил я это, вот они как раз-таки сейчас тренируются. А, второй раз, говорит оператор. И с легкостью Надя. Нет, 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 подожди, подожди. Не встала она уверенно на гусенице, поэтому не будем говорить, что с легкостью она все покоряет. Перелетели, ребята, перелетели. Вот Надя уже торопится, спешит точнее, на третью попытку, если она не может определиться, поставить мины или нет. Поэтому, ребят, суета здесь происходит. Так, тогда я сообщаю команде о готовности. и что же тогда давай отчет даем. 1, го, команда понеслась. Желаем им удачи, я думаю, что эта команда вполне, это же по-моему тоже из академии. А, да, 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 все трое ученики академии паркура. Я же что-то вижу, Никита знакомый. Надю-то я знаю, и метро Москву знаю, вот безумный Жек не знаю, кто это такой. Вот, Надя перелетает викинга-молот, и викинга-молот просто не успевает среагировать, или же у него проблемы с интернетом, потому что вижу я то, что он подлагивает, пингует парень. Значит, это мне не одному показалось. Да, 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 Надя криво ставит минки, он сразу, наверное, кричит в конференции, то, что не отстоять всем, минки взрывают. Ставит у нас вторую порцию минок безумный Жека. Данил, залогом успеха является спокойная конференция. Это еще современ, ой, современ, со времен киберспорта было. Самым, наверное, главным. Это я еще помню, когда сам увлекался этим, и я не думаю, что крики и оры здесь помогут. все верно, но, зная ребят и зная этого персонажа, быть может, такое, может присутствовать у них в конференции. Но все равно, давай не будем гадать. Если только с женской стороны, ты хотел сказать, с женской, женщина должна распоряжаться всеми, а мужчины должны запускать ее вовсю и вся. И вот, как-то так. Как-то так получается у команды. Кстати говоря, ты тут говоришь о распоряжении женщины, бла-бла-бла. Хочу отметить, что многие знают, что в Академии ранговая система. И, кстати говоря, Надя-то, вот это вот, с циферками, она ранга на 2 или на 1, я уже не помню, она выше метра Москвы. Поэтому распоряжаться она здесь спокойно может. Ну вот видишь, все встало на свои места. 20 секунд остается у команды Real Division. И думаю, что у них последняя попытка, если Надя поторопится, 20 секунд, 20 секунд, Надежда, давай. Всего лишь 20 секунд и последняя попытка... Вот у нас спешит метр Москва и взрывается раньше на минах, чем надо. Я сейчас представляю Надежду в роли того самого куратора, железного человека, который сейчас с остальными нервами говорит, да вы что же, не забрали мои баллы, которые я хотел так сильно получить за сегодняшнюю трансляцию. Я уверен, что Надежда им Тумаков-то пораздает. Но не будем отчаиваться. Отлично. Залетают, но по-моему у них уже давно кончилось время. Да, у них, к сожалению, кончилось время. Не успела команда, не уложилась она в 2 минуты 30 секунд, но по крайней мере они сделали это. Сделали это на трансляции. 2 минуты 32 секунды. Надо было доробиться. К сожалению, не все так просто. И даже нет, 2 минуты 37 секунд, я прошу прощения. Надо было торопиться. Ну, ничего, молодцы, молодцы, молодцы. Показали то, что можно это сделать, можно. Надежда свое, так сказать, стальное я показала то, что мужчины у нее там стальные в команде. но, к сожалению, не хватило чего-то. Действительно, главное, что они на эфире показали, что они могут это выполнить, потому что они тренировались и они это сделали. Да, не повезло им немного, видимо, не уложились они во время, но все равно они это сделали. Молодцы. Данил, а если я не ошибаюсь, по-моему, ни в одной единственной команде нету девушки в составах, кроме вот этой? Не могу утверждать, не могу это утверждать, потому что помню я то, что какая-то английская команда писала, что у них есть запасная англоязычная команда какая-то писала, но это не точно. Опять же, не могу утверждать этого. Ну, просто я смотрю и так вспоминаю на свой добрый голос команды. Подожди, спидап там мисс проблем по-моему, да? А, да-да-да-да-да, мисс проблем вроде как запасной игрок. Вот тебе вторая девушка. Просто хотел задать такой риторический вопрос о мисс проблем это девушка, но потом подумал, что нужно что-то здесь поразмыслить, подумать. И... так. Заходят у нас парни из англоязычной команды. Хм, втроем. Что-то как-то они заходят и сразу капитан их начинает распоряжаться, кому что брать. Не уж, что они не готовились с ним, что они прям хотят так слету все выполнить. А мне кажется, что капитан все же хочет продемонстрировать свои навыки в координаторстве, а ведь это немаловажно в этом случае. Заходит у них мистер лал на магнуме. Неужели мы увидим запуски с магнумов? Да, смотри, интересные игроки у него спрашивают, типа, я ставлю мины или кто? Действительно, кажется, команда просто не готовилась. Команда на расслабование пришла и сейчас покажет что-то. Посмотрим. Я даже ради такого случая улыбнусь. И зато смотри, как эффективно с магнумом-то летит, Кульбиты вытворяют, а? Участник. Красавец, красавец. Ничего не скажешь. Похвально, похвально. Но нам главный результат, чтобы эти кульбиты помогли залететь участнику на этот дом, и чтобы у них все было отлично. Ага. А у него, по-моему, резисты нет от мин, или что? Дошли мы уже до такого, что игроки по поводу того спорного момента пишут мне, нашли меня и в ВК, и в Скайпе, пишут мне и в Скайпе, и в ВК. хорошо. Ух, хорошо, с этим моментом чуть-чуть попозже, но мое мнение остается моим мнением, и его обосновать абсолютно точно я могу, потому что есть сказанные слова, есть написанные слова, и есть заданное видео. Его обосновать нетрудно, но все же у нас сейчас все внимание отдается команде Infinity, не забываем этого. Я думаю минута их тренировки уже прошла, думаю пора давать команде готовность. Я написал, что мы сообщаем о готовности, время вышло, к сожалению. А это, если я не ошибаюсь, предпоследняя у нас команда на сегодня, верно? Абсолютно время. Ой, абсолютно верно. У меня уже, честно говоря, заплетаюсь язык уже туды-сюды. Сообщаем о готовности. Ага, смотри, интересно, англоязычные игроки у нас тут пишут минами ку. Так, делай отчет два, один, го, даем команде старт, две минуты тридцать секунд уже в полном распоряжении и инфинити. Какие инфинити? Англоязычные участники должны забирать свое по праву, ведь у них паркур, как я знаю, на англоязычном форуме, в англоязычной локале довольно-таки неплохо раскручен, я бы даже сказал. вот первая попытка, первая попытка была просто отличной, но магнум у нас промахивается, магнум не попадает по вас в грому и не дает ему никакого эффекта, никакого воздействия, из-за этого у вас по грому не хватает прям капельки, чтобы покорить данную вершину, и такое бывает, и такое, то есть зашли у нас профессионалы, начали этот трюк просто пытаться с нуля сделать, то есть видимо без тренировок, ну я конечно это не утверждаю, это лично мое мнение сейчас, вот, и вот так вот они обидно не покоряют домик. Знаешь, честно говоря, мне очень интересен способ выступления вообще этой команды, и брать в роли подтекающего игрока магнум, это вообще наверное сверх что-то, я такой честно говоря, я с таким даже не сталкивался, не экспериментировал, и боюсь даже представить, если честно, потому что ой-ой-ой, магнуму попасть еще в цель, не отрицают то, что отдача там огромнейшая, но судя по их написанию в чате, они без голоса, без тренировки, без всего. Ну смотри, согласен с тобой, то, что у магнума нету автонаводки, без автонаводки им сложновато будет попасть, но, но, вот, касаемо отдачи, сейчас я специально открыл гараж свой, вот, и, конечно, смотрю я м4 грейды, к сожалению, вот, но я могу сравнить, то есть, у рельсы будет сила удара побольше, чем у молота, это у рельсы м4, а у магнума, который качнет у меня сейчас на 10 на 3 пункта, на 3, так сказать, как это, выразиться-то, Артур, подскажи, да, на 3 шага, нет, ну, на 3 пункта, короче, силы удара меньше, чем у моей м4 рельсы, хотя, различаются они в 10 шагов микропрокачки, честно говоря, ты меня такой математикой загнал, что я даже потерялся во всем и вся, короче говоря, короче говоря, у магнума отдача просто бомба, ага, и вот команда сейчас, смотри, и сейчас команда решила прям под конец, когда у них остается сколько, а, уже время вышло, даже так, но, к сожалению, и тут они не могут это сделать, потому что не успевают у нас 8 ох-ох-ох, пошли минки в бой, показывает он свою злость, этим. Что же я могу сказать, я потрясен тем, что вообще команда додумала в последнее время, когда у них уже все-все-все-все-все выходит, стан давным-давно, старт, точнее, давным-давно был дан, и они с магнумом пробуют, 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 но, видимо, количество о ограничении количества времени они вообще позабыли, напряг позабыли. к сожалению, мистер лав меня не услышит, ну, точнее, услышит, но не поймет, вероятнее всего, потому что англоязычный игрок. А ты надо говорить английски очень хорошо? Нет. Но не надо тут рисовать вот это все минками. Вот не надо, прошу вас. Особенно такие вещи. Я спешу вам сообщить о том, что пока команда у нас тренируется, а я надеюсь, что они будут тренироваться, потому что у нас выступает последний на сегодня команда Epic Team. Я хочу вам сказать, что сегодня мы после этой трансляции разыгрываем три промокода и один супер приз. Я вам советую не пропускать это вообще никак, потому что такое вообще нужно ногами и руками забирать. Поэтому ждите, ждите, совсем чуть-чуть у вас осталось времени не ну смотри, здесь все по стандарту то есть молот вазпик м1 рельса и молодцы ребята, я с ними полностью согласен то есть способ проверенный особенно с вас м1 сейчас налегке залетает победа их я верю в это знаешь да мне немножко кажется не окей то что здесь используется рикошет ну в принципе рикошет в полете это неплохая вещь единственный минус рикошета это стартовую скорость он не может задать хорошую стартовая скорость задается уже гром или магнум но я просто удивлен что сейчас просто произошло я дар речи потерял то что игроки тебе тут показали да если честно это было что-то я сейчас говорю так и задумывался о рикошете думал сейчас скажу о том что нужен стартовый хотя бы отдача и они мне тут демонстрируют то что ты че спокойствие какая отдача нет но смотри короче игроки настолько натренировались то что викинг у них настолько идеально поднимается то есть он не поднимается высоко хорошо сейчас он низковато поднялся я акцентирую внимание на том что викинг у них уже какую попытку подряд не поднимается слишком высоко поэтому скорость у них как раз таки не теряется Именно поэтому они решили взять Рикошета Видимо не нужна им здесь начальная скорость И думают ребята тоже с рикошетом Это самое то Но по сути к тому же ВАСПМ1 Ну в принципе ты прав Давай тогда я дам старт Сейчас команде о готовности 2, 1 Го Время пошло у команды И знаешь что я скажу тебе Даниил Помнишь мы думали И говорили несколько раз Об этом уже с тобой То что да вы не будем раньше Времени хвалить команду Потому что на них это очень сильно влияет Очень сильно влияет Потому что как то мы В душу им так сказать Смотрим прям вот И расхваливаем ее во все А это не уступил А нет Отличный полет Просто по красоте Ребята все сделали Эти парни доказывают то что 34 секунды Просто в шоке Молодцы 34 секунды Парни молодцы Из команды Эпик Тим Доказывают то что Они достойны Первого места В своей турнирной таблице Достойны Достойны того что Выйти в финальный этап Просто красавчики Просто красавчики И я честно говоря У меня душа радуется За сегодняшний эфир Но Мы не позабыли О всех нюансах Которые сегодня Возникли у нас во время трансляции Мы обязательно их решим Но Сейчас у нас наступает Время Розыгрыша Розыгрыша